В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Олег Булеков стал заместителем губернатора Рязанской области. О переменах в правительстве региона и в городской администрации. Лужи не из грязи. С какими условиями? В очередной раз вынуждены мириться жители рязанских домов. Ночные волки организовали сбор помощи жителям Донбасса. Представители мотоклуба гарантируют доставку груза в Луганск и раздачу его всем нуждающимся. В Рязанской мэрии начались кадровые перестановки. Своей должности покинули два заместителя главы администрации Рязани Андрей Ульянов и Николай Дымко. Исполнять обязанности заместителя главы администрации Рязани будет Владимир Луканцов, который до настоящего времени трудился в должности начальника управления благоустройства города. Напомним, 14 сентября на заседании Рязанской городской думы на должность первого заместителя главы администрации Рязани был согласован Сергей Карабасов. В этот же день гордума приняла досрочную отставку главы администрации Олега Булекова. В свою очередь губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил четырех новых заместителей. Вице-губернатором региона, первым заместителем председателя правительства области назначен ростовский предприниматель Игорь Греков. Заместителями председателя стали оставивший пост мэра Олег Булеков, бывший вице-мэр Лариса Крахалева, директор Рязани Энерго Олег Харивский, а также бывший вице-губернатор Сергей Филимонов. Кроме того, сохранили свои посты Виталий Артемов и Сергей Самохин, а оставили же свои посты Елена Буняшина, Андрей Савичев и Алексей Тюменев. За последние четыре года в рамках государственной программы «Доступная среда» в Рязани в 21 образовательном учреждении проведены работы по реконструкции входных групп, устройству пандусов для маломобильных групп населения. На реализацию этих мероприятий с федерального бюджета было направлено более 33 миллионов рублей. Детский сад номер один предназначен для детей с тяжелыми нарушениями речи. В числе их воспитанников 12 детей-инвалидов. В рамках программы «Доступная среда» детский сад получил финансовую поддержку для того, чтобы особенные дети имели правильный уход. В этом году нам были выделены средства по программе «Доступная среда» на устройство пандуса и входной группы для инвалидов. Но, что самое важное, мы смогли приобрести много современного, нового, сенсорного, развивающего, игрового и спортивного оборудования. Всего в учреждениях города обучаются 620 школьников и более 300 дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы они могли комфортно себя чувствовать, в семи школах, 12 детских садах и двух учреждениях дополнительного образования реконструировали входные группы. Установили пандусы, специальные двери, подъемники и лифты. На эти цели за 4 года, с 2014 по 2018, направлено более 33 миллионов рублей. Из них 18 миллионов на проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Оставшиеся 14 миллионов потратили на закупку техники. Для кабинетов психологов, логопедов и сенсорных комнат приобретены специальные комплекты зеркал. Появилось оборудование для тактильного кабинета, учебно-методические комплексы, специальное слуховое оборудование. Благодаря такой системной работе могут полноценно реализовываться принципы инклюзивного, то есть совместного образования здоровых и особенных детей. У нас были дети и выпускались из нашей школы с ограниченными возможностями здоровья. А вот сейчас самый старший ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это девятый класс. Девочка девятый класс, она учится. В принципе, они довольно успешно осваивают вот эти вот программы поддержки. И как бы наша основная цель – социализировать, их адаптировать. И даже многие дети отказываются сдавать государственную итоговую аттестацию в форме льготной, в форме ГВЭ, выбирают основной экзамен, потому что они чувствуют себя уверены благодаря такой поддержке. Также принципы инклюзивного образования стали учитываться и при строительстве новых зданий. При проектировании школ и детских садов в обязательном порядке предусматривают оборудование входных групп и помещений для маломобильных групп населения. В редакцию нашего телеканала не раз обращались граждане с различными жалобами на ямы во дворах и большие лужи после дождя. Но что делать, если в лужах вместо воды скапливаются канализационные отходы? Вам расскажет Валерий Седов. Большая лужа во дворе дома 23 по улице Октябрьский городок образовалась не из-за дождя. Вся вода здесь – это стоки канализации. И такое здесь происходит не в первый раз. По словам жильцов, все началось с ремонта дороги перед домом. Тут была небольшая выемка. Потом они засыпали вот этой крошкой, да? И получилось. А по какому каналу будут? В Угор вода стоять-то настекала хоть раньше-то. С этой ямки туда протекала. А потом они засыпали и пошла вот эта лужа стоять уже сколько, Васильевич? Два года. Страдают из-за этого только местные жители. Если на машине яму преодолеть еще можно, то для родителей с коляской это настоящее испытание. К тому же, мало кто знает, что это именно не чистоты, а не дождевая вода. Тут уже многие наши друзья на велосипедах приезжали, некоторые уже падали. И ничего не видно. То, что есть тут, тут ямы не видно. Нет тут ям. Уровень воды доходит до лавочек около подъезда. Сидеть на них пенсионерам невозможно. Из-за отвратительного запаха и вовсе не хочется находиться рядом с домом. Евгения живет в соседнем подъезде. Она рассказала, что засор канализации сказывается не только на придомовой территории. Начинается начальность с того, что я живу в втором подъезде. И у нас там подвал как раз и дверь там. Начинается с того, что у нас там все засоряется и появляются запахки. Лужа перед домом образовалась еще 17 сентября. Виктор Еремин рассказал, что в тот день канализационный колодец начал течь с 10 утра. И долгое время ни одна служба на это происшествие не реагировала. Пришел домой, позвонил в водоканал. Вы заявку какую-нибудь получали по Октябрьскому городку, дом 7? Водоканал. Да, получали. Во сколько? В 14. А сейчас, я говорю, уже в 18 часов. До сих пор ничего не сделано. Примите мою личную заявку. Прорыв канализации устранили только в 10-м часу вечера. Потоки нечистот, которые к тому моменту уже долго текли по двору, аварийные службы трогать не стали. А последствия вот они. Вон ребята. Кораблики пускают, на велосипеде ездят. Это же канализация. Вот это канализация. Это канализация. Лужа нечистот скапливается у дома последние пару лет. Но, по словам местных жителей, прорывы канализации происходят на протяжении нескольких десятков лет. И причина кроется в самих трубах. Григорий рассказал нам, что канализационная труба просто просела. Они его подняли немножко, как трубу. А потом на столе опять села. И сейчас там сделалась яма. И там все застревает. И канализация доходит туда и стоит. Сложно поверить, что частая поломка канализации не стала предметом внимания управляющей компании. Мы решили связаться с директором и узнать, какие меры принимаются в отношении этой проблемы. Мы-то реагируем, но дворовые колодцы, они вообще-то за водоканалом, а не за управляющей организацией. И с дворовой колодцей вообще-то вся канализация засоряется из-за низкой культуры наших жильцов. Это обслуживает водоканал. У нас есть границы разграничения с водоканалом. Их дворовые колодцы у нас выпуска. Выпуска, значит, и чистится после того, как чистится дворовый колодец. А текло по улице, ну как вам хочу сказать, не отходы жизнедеятельности людей, а просто жидкость. Проблема остается актуальной и сейчас. На следующий день после съемок репортажа нам вновь позвонили жильцы дома и сообщили, что канализация опять забилась. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новая информация появилась о пропавшем в Спаске Грибнике уже почти две недели. Его ищут представители МЧС, правоохранительных органов и волонтеры. И поиски позволили сделать следующие выводы. Предположительно, пропавший Алексей Елисеев, 54-го года рождения, уже вышел из леса, поскольку очевидцы говорят, что видели похожего человека на дороге. Однако теперь возникла новая проблема. Также по предварительной версии Алексей Елисеев мог потерять память в связи с заболеванием. Просим обратить ваше внимание на его фотографию и сообщить любую известную вам информацию о его местоположении. По телефону 8 800 754 52 или по номеру 02. Напомним, Алексей Елисеев пропал 7 сентября. Утром он пошел за грибами и не вернулся. Лучшие молодые умы России собрались на Рязанской земле. Начиная со вторника и до 22 сентября. В Рязанском государственном радиотехническом университете проходит 9-я всероссийская школа-семинар диагностика наноматериалов и наноструктур. Школа-семинар диагностика наноматериалов и наноструктур стартовала в Рязанском государственном радиотехническом университете. В течение четырех дней студенты и молодые ученые будут изучать новые приборы, синтез материалов и развитие физических моделей. Передовой российский опыт должен помочь сделать качественный скачок в науке и технике. Мы стараемся подготовить студентов так, чтобы они имели возможность применять и соответствующие средства измерения, и совершенно новые методики, новые способы обработки результатов измерений, а это цифровые методы обработки информации, причем очень непростые, с очень непростым математическим аппаратом. Своим опытом поделятся теоретики, материаловеды и физики исследователей из восьми городов России. Среди них Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Калуга, Зеленоград, Тула и Нижний Новгород. Перед вами в эти дни выступят те чудаки, которые в свое время избрали сферу деятельности для себя. Это изучение полупроводников, изучение всяких, создание всяких схем сложных и так далее. И мы постараемся, так сказать, поделиться с вами не только своими знаниями, но и каким-то образом, может быть, заразить вас. Участников ждут разнообразные форматы взаимодействия. Это лекции, мастер-классы, доклады и работа в секциях. Одними из тем станут рентгенофлюоресцентный анализ, спектроскопия комбинационного рассеивания света, наноматериалы с иерархической структурой. Однако сложные названия не пугают участников. В зале присутствуют как юноши, так и девушки. Евгения Макарова приехала в Рязань уже второй раз. Важно перенимать опыт, потому что очень интересные доклады у приглашенных лекторов. И также познакомиться с основными тенденциями, чем сейчас занимаются другие люди в других городах. Может быть, чем-то обменяться знаниями, чем-то обменяться образцами, поскольку у нас тоже есть некоторые возможности для исследований, но, конечно, не такие широкие, как здесь. За 9 лет проведения школ семинаров их участниками стали более 700 человек. Благодаря контактам, налаженным во время занятий, молодые ученые смогли защитить кандидатские диссертации, найти работу и научных руководителей. Сергей Козюнин приехал из Москвы. Главный научный сотрудник РАН делится своим опытом с участниками с 2008 года. Для того, чтобы были результаты, а ведь мы ради этого работаем, нужно некое неформальное, чтобы люди друг к другу подходили, чтобы с обоих сторон это было некий заинтересованность, интерес в этой тематике. Тогда будет некий результат положительный. А результат положительный, как можно определить? Ну, для ученого это статьи, да, то есть статьи в хороших журналах с высокими рейтингами, импакт-факторами. В этом году доктор химических наук расскажет о тенденциях и достижениях солнечной энергетики на основе гибридных материалов. Мусские технические специалисты, как никто, заинтересованы в передаче личного опыта и воспитании будущих коллег. Галина Ершова, Станислав Кудрешов, телекомпания «Город». Представители мотоклуба «Ночные волки» организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Теперь рязанцы могут принять непосредственное участие в жизнях тех людей, которые устали от военных действий и нуждаются в продуктах питания и одежде. До конца этой недели всех неравнодушных граждан представители мотоклуба ждут на Театральной площади. Гуманитарную помощь жителям Донбасса собирают на площади Театральной. С 10 утра до 9 вечера здесь находится стационарный пункт приема вещей, организованный мотоклубом «Ночные волки». В течение недели до 23 сентября каждый желающий может принести продукты длительного хранения, крупы и консервы, а также теплую одежду, медикаменты и средства личной гигиены. Некоторые по телевизору, некоторые там бывали, видели, как там тяжело и очень тяжело. Некоторым людям, которых остались без домов, без близких и родных, вообще не на что даже одеться, покушать. В Рязани акция проходит впервые, однако она уже зарекомендовала себя в других городах России, где находится отделение мотоклуба. Рязанцы также активно включились в благородное дело. За первый день удалось собрать несколько пакетов необходимых вещей. Люди, прочитая флайеры, доходят буквально вот прямо до ближайших магазинов, аптек, приносят перевязочные материалы, антисептики, йод, зеленка, покупают геркулес, пшено, макароны, масло. То есть все то, что в принципе необходимо, можно спокойно довезти. По итогам акции большая делегация ночных волков выдвинется в Луганскую народную республику. Молодые люди сами отвезут собранные вещи мирным жителям – старикам, детям и женщинам Донбасса. Продукты и лекарства отдадут лично в руки тем, кто в них нуждается. Наши братья из Луганска, там наше отделение находится, они нас будут встречать на границе с Россией. И оттуда, то есть мы проедем до Луганска, в Луганске все разгрузим. Напомним, что боевые действия на территории Донецка и Луганской областей начались в апреле 2014 года. Однако достичь договоренности не удалось до сих пор. Сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Республики ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 36 нарушений режима прекращения огня. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 19 сентября отмечается очень необычный праздник – день рождения Смайлика. Ему исполнилось 35 лет об истории электронного символа и о том, как сильно вошел он в нашу жизнь, смотрите далее. Двоеточие, дефис и закрывающаяся скобка. Это уже привычные символы, которые обозначают не что иное, как улыбающийся Смайлик. Авторство электронной улыбки приписывают профессору университета Корнеги Меллана Скотту Фалману. 19 сентября 1982 года он отправил на местную доску объявлений письмо вот такого содержания. Предлагаю использовать вот такую последовательность символов для обозначения шутливых сообщений. Читать следует сбоку. Забавно, что сообщение, в котором впервые был использован Смайлик, было найдено лишь в 2002 году. В архивах доски объявлений. В археологических раскопках цифрового мира приняли участие сразу несколько энтузиастов. Цель была простая – найти это сообщение. Правда, в фильме 1979 года «Трое в лодке, не считая собаки» в первой серии главные герои пытаются открыть консервную банку. После тщетных попыток герой Андрея Миронова переворачивает жестянку и на дне можно заметить именно этот символ. Сейчас он уже плотно вошел в нашу жизнь. Ни одно электронное сообщение не обходится без него. Правда, в последнее время его сильно сократили. Вначале исчез дефис, а сейчас от него осталась только скобка. Но зато типов Смайликов достаточно. Грусть, улыбка, влюбленность, сонливость. Электронный диалог современного человека представляет собой набор символов и Смайликов, нежели слов. Спорить о вреде или полезности Смайликов бессмысленно. Они плотно вошли в нашу жизнь. Смайлик заменяет то, чего недостает в общении посредством чата или электронной почты – интонацию голоса и мимику. Помогает лучше понять собеседника, уловить его настроение. В конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции. И вновь в Рязань пришла неустойчивая погода. По данным гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами от 13 до 18 метров в секунду. В связи с этим, Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает о необходимости соблюдения простых правил безопасности. Уважаемые рязанцы, не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите на готове электрический фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем. Это опасно и может стать причиной пожара. Если вы стали участником или свидетелем трагедии для вызова пожарных и спасателей, звоните по телефону 01 по мобильному 101. И на этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры создавал DimaTorzok